Добрый день. Я, наверное, начну с того, что региональная неделя – это у меня обычный график. Практически на сегодняшнюю дату я побывала в 11 наших районах. И с позиции, уже с точки зрения общения с населением, они у меня проходят в таком обычном режиме. В эту региональную неделю, в эту поездку, в эту региональную неделю мы изначально планировали встречу по инициативе наших предпринимателей, планировали встречу с предпринимательским сообществом. Эта встреча состоялась, она состоялась на площадке общественной палаты. Предприниматели очень хорошо владеют законодательством и понимают, и достаточно серьезно сделали предложение, где можно с точки зрения поддержки предпринимательства, с точки зрения принятия каких-то решений на федеральном уровне, по предоставлению неких преференций. Мы достаточно много обсудили с ними вопросов. Есть вопросы, которые сегодня очень актуальны для одних видов деятельности предпринимателей. Есть вопросы актуальные для, в целом для бизнеса, малого бизнеса. Что-то актуальное для индивидуальных предпринимателей. Мы договорились с руководством, с нашим полномоченным о том, что будем каждому приезд в региональную неделю встречаться. Я надеюсь, на самом деле это даст первое понимание для меня, где сегодня не совсем работают, не в полной мере работают законы. Это даст понимание, где нужно учитывать особенности ведения нашего малого и среднего бизнеса с учетом тех законов, которые приняты на федеральном уровне. В ходе обсуждения возник вопрос. Депутаты предлагают запретить в многоквартирных домах размещать гостиницы. Важный вопрос для нас. Важный. И здесь мнения как бы разделились. И я предложила нашим коллегам, нашему бизнесу. Коллеги, вы предложите, какие варианты вы считаете возможны? Потому что запретительные методы и запретительные нормы, они не всегда приносят положительный результат, положительный эффект. Тогда какие-то решения и предложения уже с точки зрения функционирования бизнеса в этой сфере, они тоже могут быть предложены. Так ведь достаточно долго обсуждали. Я коллегам предложила, что давайте мы в следующем УПС региональную неделю в феврале соберемся и уже обсудим те предложения, которые они наработают. Это будет представители министерства, министерство инвестиционного развития предпринимательства, уполномоченные по защите прав предпринимателей и, конечно же, общественная организация, которая, в общем-то, этот вопрос мне озвучила. Но считаю, что вот такие встречи, они необходимы и для меня необходимы. Есть, конечно, вопросы, которые однозначно сейчас для решения этих вопросов или для постановки этих вопросов недостаточно определенной аналитической информации или материала, чтобы его сформировать как законодательную инициативу. С этим коллеги согласились, они сейчас будут формировать. Не все же вопросы, как бы мне детально понятны. И что не все вопросы, связанные с реализацией того или иного закона, они влияют или отражают те особенности нашей территории. Вот как раз вопрос кассовых машин, аппаратов, он стал по температурному режиму. И вот сейчас коллеги будут готовить мне эти предложения. Планировалась встреча и поездка в Горный район. Она планировалась заранее, на самом деле. Но вот, как вы знаете, случилась там у нас такая ситуация с несчастным случаем. Но все-таки мы свою поездку в Горный УУЗ не отменили. И просто поменяли формат. Формат поменяли, я считаю, что это эффективная форма работы депутата с населением. Это прием граждан. Мы его не ограничивали по времени и по количеству служителей, которые обладались, если у них есть определенные вопросы. Проводили прием где-то в пределах пяти часов. Достаточно очень хороший шел разговор. Но какие вопросы ставили жители Горного района? Совершенно разные. Просто разные. Если вот так как-то структурировать, начиная от внесения изменений в федеральное законодательство, которое регулирует те или иные вопросы, для примера, приведу сельскохозяйственные палы, которые, собственно говоря, да, вот они регулируются федеральным законодательством, но, однако, фермеры, которые приходили на прием, они просили, чтобы решение этого вопроса спустили на более как бы приземленный, на региональный, муниципальный уровень. Можно сказать, что, если структурировать, есть вопрос такого, очень много вопросов было такого личного характера. На приеме были и предприниматели, которые обращались по урегулированию вопросов с органами налоговой службы, с небюджетными фондами. Есть вопросы по такие вот частного характера, когда по квоте у нас больные направлены в Москву на лечение и очень долго ждут операции, просят там ускорить вот эти вот решения. Есть, были вопросы, связанные с чисто такими семейными делами, которые, собственно говоря, вот почему-то люди, жители Горного Луса решили высказать и обратиться как бы ко мне. Мы разговариваем с человеком вот один на один, и он может внутренне как бы раскрыться и обратиться как к инстанции, которая могла бы помочь в решении его вопроса. Есть, конечно, вопросы, были вопросы, связанные с предоставлением жилья, чисто были вопросы такого консультационного плана для того, чтобы, в общем-то, получить информацию и, в общем-то, понимать, что можно двигаться вот таким путем. Также вопросы были те же вот субсидии по коммунальным услугам. Достаточно несколько вот наших мамочек многодетных подходили вот с этими вопросами и получили у меня объяснение. В рамках своей компетенции, полномочий мы, конечно, все их отрабатывать будем. И постараемся, чтобы жители Горного Луса получили на все поставленные вопросы официальные ответы. Расскажите, пожалуйста, а насколько отличаются вопросы, задаваемые вам в разных районах? Ну, вы уже посетили в качестве депутата один из этих районов, и какие вопросы волнуют, допустим, жителей северных арктических районов, и насколько они отличаются от тех вопросов, которые задаются в центральных районах? Все первые поездки у меня в основном были в северные эти районы. И, конечно, там вопросы такого как бы равного характера. Это, конечно, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, это вопросы медицины. И очень активно население арктических северных районов наших ставит вопросы внесения изменений в законодательство по именительную практику по уже действующим законам. Вот так как-то, да? Если так поименно обобщить, классифицировать, сделать некую классификацию вопросов. Если говорить о тех районах, где уже вот здесь, ближе к городу Якутску, это вопросы, в общем-то, отличаются от вопросов, которые ставятся в северных арктических территориях. Вот так же мы знаем, что вы ведете плотную работу по именно внесению дальневосточных разделов в госпрограммы федеральной. Вот в этом плане как продвигается эта работа? Политика президента Российской Федерации, правительства Юрия Питовича Тотнева, форум, который состоялся в Владивостоке, где как раз-таки, собственно, обсуждались эти вопросы. И было строго указано министерством, ведомством, федеральным, в каждой программе должен присутствовать дальневосточный раздел. Мы, обсуждая программы, госпрограммы в Комитете по бюджету, конечно, этот вопрос постоянно как бы обозначали. Движется работа, но не так, как бы, конечно, хотелось. Мы же прекрасно понимаем, что есть субъективные и объективные причины. Это вопросы и денежного обеспечения, ну и, конечно, вопросы желания видеть в каждой программе дальневосточный раздел. Ну, в общем-то, процесс идет. Процесс идет, и я надеюсь, что мы к итогу формирования госпрограмм на следующий период увидим наши дальневосточные разделы и будем понимать, что они обеспечены финансированием. Вот, как раз таки говоря о финансировании, вы как раз таки сами лично добились выделения нам, региону, 1,9 миллиардов на завершение строительства пускового комплекса нашего. Скажите, пожалуйста, все-таки в этом году мы же завершим строительство данного объекта? Это совместные усилия, хочу сказать, и Министерства Егорова Анащи, Министерства транспорта. Мы все, в общем-то, консолидировали на месте, отрабатывали этот вопрос, понимая, что незавершение данного объекта, оно с каждым годом приводит еще к удержанию его стоимости. Да, и плюс, конечно, есть и другие причины, которые отрицательно влияют на объект, который не принят постоянную эксплуатацию. Уже сегодня министр транспорта Российской Федерации, в общем-то, подтвердил, что объект должен быть в 2018 году введен. Я надеюсь, те средства, которые предусмотрены в программе развития транспортной системы, они позволят этот вопрос решить. Каждая программа, которая проходит согласование в Комитете по бюджету и налогам, она очень тщательно рассматривается. И если есть некие препятствия для исполнения ее по финансированию, то она, конечно, откладывается. Продолжение следует...